Вот как, например, определить, кто агрессор, а кто защищается от агрессии? Есть какой-то критерий? Критерий разума, надо думать головой, что происходит. Ну, как-то сформулировать этот критерий разума можно. Вот есть какой-то критерий, как определить, какой-то международный конфликт. Одна сторона говорит, что мы жертва агрессии, а другая сторона говорит, что мы жертва агрессии, ну или там не жертва агрессии, а ни при чем. Как определить, кто агрессор, а кто жертва агрессии? Кто защищается? Можно какой-то такой критерий придумать? Вы определили, кто агрессор, а кто жертва? Вот, допустим, Россия, Украина. Что там сказали? Давайте возьмем, например, Германия, Советский Союз. Вот очень легко определить, кто агрессор, а кто жертва агрессии. Вот, например, Германия, она же, ну как, не то что санкциями подвергалась, но ведь на нее давили все остальные страны, вот типа Англии, Америки, а Советскому Союзу помогали. Посмотрите сейчас, что происходит. На Россию накладывают санкции, а Украине помогают. Так это взгляд со стороны. А мне вот интересно, вот смотрите, а вы никогда не думали над тем, ну давай над этим будем. Да, без проблем. Я никогда не думал над тем, что линии Мажино. Как такое произошло? Почему Франция на границе с Германией, до еще агрессии Германии, начали строить линию Мажино? Почему именно на границе с Германией? Они огромные просто, огромные ресурсы. Это было по результатам, они мыслили в французские генералы, мыслили в парадигме Первой мировой войны, и поэтому они проиграли эту войну. Нет, так подожди, стоп. Тогда же все были, что бедная Германия, бедная Германия, у них так экономика упала, там все разваливается. Они же в 32-м году, даже Гувер этот, президент США, он вообще мораторий наложил на выплаты эти, как они называют? Ну, репарации Германии. Да, репарации другим странам. Он же даже это, а потом начали там вот эти, да, план Даоса, Юнга план был, что они все думали, как же так Германии помочь. А потом пришел Гитлер и рассказал, идите нахер, я никому ничего платить не буду. И все с этим согласились, как такое может быть. И при этом до этого, с 20, по-моему, какого, с 29, кажется, я не помню, года, линию Мажино начали строить. Они много лет, до 40-го года, они до 30, по-моему, с 29 по 34 строили. Так это общее уродство Запада. История повторяется, кстати говоря, история повторяется, потому что и Путину разрешили сделать то же, что он сделал. Ведь, например, его не наказали за события в Абхазии. А за что наказывать его? Ну, за агрессию против Грузии. ОБСЕ, что, доклад ОБСЕ? Так в том-то же дело, что ОБСЕ легло под Россию. Так же точно, как сдавали Чехословакию, так же точно сдали Грузию. И тут прямая историческая аналогия. Вот была глава ОБСЕ, она, по-моему, потом ушла. Но до этого, когда она была в то время еще, Хайди Тельявини, по-моему. Совершенно верно. Она доклад делала о том, что агрессию совершила Грузия. Да, так в том-то же состоит же подлость, что Грузию сдали, как сдали Чехов. Я понял. То есть ее сперва деньгами накачали, как Гитлера, да? А это я уже не знаю, кого там накачали, кого не накачали. Дело все в том, что никто не хотел воевать с агрессором и отвечать его. Правильно? То есть, а кто? Россия накачивала деньгами, да, Грузию? Военные, техника, деньгами. Кто накачивал? Кто Саакашвили накачивает? Россия? Нет, конечно же. Нет? Запад? Запад, да. А зачем он это делал? Потому что в любой момент Россия может насрать договора и совершить акт агрессии. Я сейчас не понял, что значит. Подожди, Грузию накачали деньгами, техникой, да? Да. И спровоцировали конфликт с Абхазией, правильно? Где была наша база. Есть мнение, например, что это спровоцировали российские миротворцы, так называемые. Каким образом? Ну, доклад ОБСЕ был, там все расследовали и сказали, что это агрессия совершила агрессию. Причем здесь Россия? Вот, так в этом же и состоит, в этом же они и сдали Грузию. Грузию сдали на откуп России. Домыслы построены именно на твоей парадигме внутренней, что тебе хочется в это верить, ты такие свои домыслы делаешь. Я провожу совершенно четкие исторические параллели. Вот кремлевский фюрер, а вот немецкий фюрер. Есть два фюрера, они очень похожи. Понятное дело, что кремлевский фюрер более слабый, но более подлый, чем немецкий. Кремлевский фюрер о чем говорит? О своей суверенной валюте и экономике? Это плохо, да? Если он фюрер, который начинает агрессию против соседей, да, это плохо. Но если соседи, а соседи что делают в это время? А что делают соседи? Ставят западных марионеток туда во власть, чтобы потом начинать разжигать? Ну так, это рассказы о том, как оправдать агрессию. Хорошо, я понял. Не было бы Крыма, то не было бы всех этих разжигов, правильно? Разумеется, не было бы Крыма, не было бы Донбасса, например. Не было бы Томаса православной церкви. На Майдане, когда скакали, что кричали? Москаляку-нагиляку. А зачем это делали? А вы знаете прямую аналогию этой фразы? Смерть немецким оккупантам. Провоцировали? Вам не нравится фраза смерть немецким оккупантам? Вы понимаете, что Москаль это оккупант? Россию на Майдане провоцировали? Так так же точно можно сказать, что Советский Союз провоцировал Германию на нападение. Напала же так, что Германия. Каким образом провоцировал? Как? Вы не читали ноту, которая была направлена Молотову, когда была все-таки объявлена война? Я насчет ноты не знаю, но были соглашения Молотова и Митропа? Правительством Германии была направлена нота Советскому Союзу, где было объяснено, почему Германия объявляет войну Советскому Союзу. Потому что якобы Советский Союз может совершить агрессию, да? Поэтому мы нападаем первыми, правильно? Там было написано, что Советский Союз вооружается, создает новые системы вооружения, типа танков, артиллерии и так далее. Это представляет угрозу. А Германия там все не делает. В том-то же состоит же подлость. Я же говорю, что это подло. Было сказано, что Советский Союз при помощи, например, своих агентов влияния, типа коммунистической партии, там Коминтерн и так далее, это все было, так сказать, перечислено, что он представляет угрозу для Германии, что Германия защищается. Тут очень все проходит, параллель вообще. Вот кремлевский фюрер и вот берлинский фюрер. Очень все классно. А почему после войны не объявили, не обвинили Сталина? Почему? В чем? Что он там фюрер какой-то был, агрессор? Почему? Сталина не обвинили. Может потому что я историю переписываю, да? Сталина не обвинили прежде всего потому, что Сталин в большей степени убивал русских людей. Прежде всего. Убивал. Убивал, конечно же. Ну вот смотрите, например, Королев. Ведь это же просто, так сказать, чудо произошло, что он был вытащен из лагеря, где он мыл этот самый золото. Он был на грани смерти. Если бы письмо опоздало, он бы умер просто-напросто. Это просто один из примеров. А сколько интеллигенции пошло под нож? А ты никогда не думал, что, допустим, грязи поливать Сталина, Путина и прочая пропаганда идет только потому, что надо размывать у народа вот это вот... То есть те люди, которые активно противостояли или сейчас на данный момент противостоят Западу, их надо постоянно как-то куда-то опускать, гнобить, чтобы у людей размывать это понятие какого-то лидера национального, чтобы люди... Ну, лидера национального, фюрера, да, надо размывать это понятие. Совершенно верно. Чтобы фюрер не совершал агрессии против соседей прежде всего. А как же? А вам нравятся красные концлагеря? Были немецкие концлагеря, а были концлагеря Советского Союза. Ничем не лучше, чем концлагеря Германии. Почему-то у немцев там огромные были потери, то есть людей очень много погибло, а немцев у нас нет в наших концлагерях. Что, в наших лагерях немцы не погибали? Погибали, но процент не такой был, как немецкий. Тоже был достаточно высокий процент. После Сталинграда, например, там буквально что-то процентов 15 осталось. Почитайте. В живых немцы. Это кто написал? Ну, поднимите, я читал воспоминания офицера немецкого, который прошел. Он, по-моему, был то ли ординарцем, то ли каким-то замом Паулюса. Вот не могу сейчас сказать, как его зовут. По-моему, Адам его звали. Вот не помню фамилию. Он потом стал... Он только сейчас появился, я так понял, да? Нет, нет, нет. Он появился еще во времена Советского Союза, эта книга. Вот. И он описывает, что это самое, были очень большие, большая смертность немцев в лагерях. Ну, так, дело-то все в том, что реально смертность русских, советских людей в лагерях была еще выше, чем смертность немцев. В немецких лагерях, да? Нет, в советских лагерях. Ну, в ваших любимых красных лагерях. Да, и специально Голодомор устраивал, и всех убивал, убивал без конца, да? Да. То есть это тебе не кажется, что это элемент пропаганды такой специальной? Я думаю, что это просто любовь россиян к убийцам. Да? Конечно. Понятно. Слушай, ну вот раз такая тема пошла, а ты согласен с тем, что вот, ну ты можешь вот сказать, что ты на сто процентов уверен, что у вас идет сейчас не вот то, что я говорю, вот эта лживая пропаганда, а реальную правду вам говорят. Ты в этом уверен на сто процентов? Я достаточно часто бываю на фронте, очень известный там человек. Ты воюешь, да? Я помогаю нашим военным. А ты русских там, русскую армию видел? А вот, конечно. Да? А как они выглядели? А это самое, это люди, которые воюют за кремлевского фюрера, которые получают русские деньги, которые, так сказать, это самое, на это все преступления подвигнуты Россией, подвержены ее пропаганде и управляемые из Кремля. Это русские военные, я считаю их русскими военными. А какие? То есть ты дончан считаешь русскими военными? Конечно. Те дончане, которые взяли в руки оружие и стали предателями, это русские военные. Хорошо. А ты себя предателем не считаешь, Украина, да, и украинского народа? А какой же я предатель? Я выступаю против расшизма. Я понял. Ты борешься за интересы Украины и украинского народа? Я считаю, да, разумеется. Потому что... За интересы Украины и украинского народа, правильно? Совершенно верно. Это именно борьба с расшизмом. И ты должен нести за все ответственность, правильно? Разумеется. Хорошо. А если ты сказал, что ты должен нести ответственность, скажи, что если оказывается, что Запад вас обманул и использовал вас в своих интересах, и интересов Украины и украинского народа здесь вообще никаких не было, то ты за это заплатил жизнями своих родных и близких. А как мы выясним, что это произошло? Вот то, о чем вы говорите, что Запад и так далее, это Киселев расскажет на своем канале об этом? Как, где этот критерий? Как вот мы решим, что вот вдруг выяснится, где выяснится? У Соловьева и Киселева у вас в голове выяснится, где это выяснится. Пройдут годы, и у вас в голове это выяснится. Да, нет, нет, в Украине это выяснится. В Украине выяснится? Каким образом? Как если Леви и Соловьев придут сюда? Смотри, слушай, если это выяснится, что вы воевали за интересы западных элит, и интересов Украины тут никаких не было, они просто использовали вашу страну и все, и ты это поддерживал и воевал за эти интересы, и людей туда сподвигал, чтобы они что-то воевали, то ты за тех, то есть вот у кого украинцев погибли родные и близкие, включая детей, они, скажи, имеют полное право прийти к тебе и забрать жизни твоих родных и близких. За то, что ты ошибался, ты должен заплатить по справедливости. Это называется ответственность. Скажи это, наконец. Дело все в том, что это оценочное суждение. Как это решить? Да, да, да. Это оценочное суждение. Как это решить? Воевала Украина за свои интересы или за интересы Запада? Да, кто это? Один скажет одно, а другой другое. И согласен, что время покажет. Ну, разумеется. Вот есть, например, замечательная передача «Время покажет», в которой рассказывали про Боинг. Да мне насрать на эту передачу. Ну, так вот и все. Так скажи, что время покажет, да? Время покажет, разумеется. Конечно же, я отвечаю перед Украиной и Украинским. Секундочку, секундочку. Народом, потому что ваш Путин призывал боевиков прятаться за спины женщин и детей. Ты не знаешь об этом? Ты забыл об этом? Как он говорил, прямые указания своим боевикам. Это произошло 4 марта, и с тех пор больше 10 тысяч людей погибло. Я понял, понял, да. Ты готов нести ответственность за слова и за действия своего фюрера кремлевского? За то, что он говорит, что у нас должна быть своя суверенная экономика и своя суверенная валюта? Нет, ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю.